Ярославский Шинник потерял первые очки в новом чемпионате футбольной национальной лиги. Произошло это в стартовом домашнем матче сезона против дублеров московского «Спартака». О первом аншлаге, волевой ничьей и хороших новостях о главном стадионе Сергей Курицын. Две гостевых победы Шинника на старте сезона ярославского болельщика заметно приободрили. Матч уже начинался, а люди все шли и шли. На маленьких трибунах малой арены в итоге было тесно, а на футбол попали далеко не все. Официальные цифры от клуба по посещаемости – 3000, но кажется, болельщиков было больше. Такой заряд от фанки в этот день был не слишком актуален. Шинник удивил выбором формы. Впервые за много лет команда Александра Побегалова дома вышла в белом, как позже объяснил наставник, и на фарт, и из-за жары. Жару после матча футболисты называли тяжелыми погодными условиями, и для второго «Спартака» это, наряду с «Газоном», стало причиной плохого начала. Первые 20 минут мы уступали сопернику, соперник нас продавливал. Надо сказать, что Шинник физически очень крепкая команда, играет такой силовой футбол. Александр Михайлович, удается в короткий срок создавать боеспособный коллектив. Ровная, сбалансированная команда, крепко с таким соперником. Конечно, нам где-то молодым было тяжело. Тем не менее, именно красно-белые открыли счет в матче, когда оборонительные редуты Шинника прозевали юркого либерийца Немели. Его гол, словно взмах дирижерской палочки, заставил стадион грустно вздохнуть. По моментам именно хозяева были гораздо ближе к цели под названием «Три очка». Могу только сожалеть о том, что такое количество созданных по футбольному хороших моментов не смогли реализовать. Поплатились за неправильное расположение при контратаке. Нагнетали, добились, отыграли. И на 78-й минуте, считаю, судейская ошибка не позволила поставить пенальти за игру рукой. До судейского решения Владимира Сельдякова не назначать пенальти у Шинника был целый тайм. И перерыв вдохнул в белых, черно-синих новый кислород. За 10 минут второй 45-минутки москвичи провели все четыре замены. Одну из них попросил травмированный голкипер. Запасной страж ворот москвиче оставался сухим ровно минуту. Своим дебютным голом в чемпионате настроение ему испортил Эльдар Незамудинов. Чтобы вырвать победу, у Шинника была и та самая судейская невозмутимость при игре спартаковца рукой, и полдесятка угловых в концовке, и блестящая игра Дмитрия Яшина на своем последнем рубеже. Увы, еще раз взять красно-белый бастион лидер ФНЛ не сумел. После третьего тура команда Александра Побегалова на третьем месте в турнирной таблице и с нетерпением ждет следующего домашнего матча. Есть вероятность, что уже 8 августа Шинник примет подмосковные Химки на своем основном стадионе. Сергей Курицын, Константин Дмитриев, Новости города.